Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok как раз-таки элементов, стоящих на диагонали у матрицы диагональной. Произведение диагональных элементов у матрицы, по сути дела, это детерминат матрицы. Для диагональной матрицы это очевидно. Значит, итак, формулу ТРИТС можем переписать вот в таком вот виде. Правильно? Сейчас сделаем. Правильно все сделаем. Вот. Теперь давайте попробуем сделать, чтобы матрица была не диагональна. А именно, давайте возьмем любую, как бы, симметричную, действительную матрицу. Это означает, что все в ней, все в ней члены в этой матрице действительные, и еще она симметричная. На самом деле, для симметричной, действительной матрицы есть, ну, вот такое свойство, что ее всегда можно некоторым линейным преобразованием привести к диагональному виду. Более того, известно, что это линейное преобразование, вот такое, что, ну, грубо говоря, екопиан, если смотреть на екопиан, от такого преобразования, от n-стук, как бы, как бы, компонент, который у нас стоит под интегралом, к новым компонентам, он будет равен единице. Вот. Ну, вы теперь смотрите, как бы, что у нас стоит под интегралом? Под интегралом у нас стоит вот интеграл по всем компонентам вектора Х на некое скалярное произведение. Вот. Допустим, мы делаем некоторое преобразование, на самом деле, линейное и унитарное. Вот, как бы, смотрите, вот это скалярное произведение при данном преобразовании не будет меняться. Значит, мы преобразовываем и матрицу, и наши вектора Х. Правильно? Значит, итак, скалярное произведение не меняется при данном линейном преобразовании. Вот, как бы, за счет того, что екопиан равен единице преобразованию, не меняется и интеграл. Ну, экспонент не меняется, и в интеграле ничего дополнительного не появляется. Смотрим на правую сторону, у нас, как бы, ну, детерминат у матрицы при преобразованиях, естественно, не изменяется. Так, в результате у нас не меняется ни правая, ни левая сторона. Вот, то есть, смысл простой. На самом деле, вот это вот, как бы, вот это вот выражение, оно правильно и для любой, как бы, симметричной, действительной матрицы. Ну, все, итак, на это выражение мы можем смотреть, как на выражение, как бы, для любой, как бы, симметричной, действительной матрицы. Давайте еще, вот видите, вот здесь болтается множитель 2π в степени n пополам. Из дальнейшего будет видно, что множители, которые не зависят от, там, всяких собственных значений и матрицы, они нас вообще не интересуют, это константы. Вот, поэтому давайте мы еще дополнительно вот этот множитель упрячем в определении, ну, там, меры интегрирования. Введем вместо dx, введем вот dx, обозначим меру и упрячем 2π в степени минус n пополам, как бы, в dx. Опять-таки, из дальнейшего, да уже я вам демонстрировал в случае квонтовой механики, что все множители, они сократятся, потому что мы определенным образом нормируем производящий функционал, вот, поэтому эти множители нам не очень интересны. Тогда формула, если мы так введем меру и интегрируем, тогда формула 33 перепишется вот в виде формулы 35. Так чаще всего ее и пишут. Вот, значит, вот это, как бы, формула называется конечномерной, формула для конечномерного гауссового интеграла, когда в экспоненте стоит, ну, просто, стоит некий квадрат. Давайте немножечко обобщим. Пусть теперь в экспоненте стоит квадратичная форма. Вот такая вот. Да, формула 36. В принципе, совершенно очевидно, что ее, опять-таки, без проблем привести к формуле 35. Ну как, надо выделить, где у нас, как бы, где у нас есть минимум у данной квадратичной формы. Вот, видите, знак минус, как бы, вынесли наружу. То есть у нас будет потом стоять экспонент от минус к квадратичной формы. Вот, значит, найдем точку, найдем вектор x, где у нас минимум соответствующий. Ну и тогда у нас ясно, что квадратичная форма примет вот такой вот вид. Это просто будет q от x здесь минимум. Минимальное значение квадратичной формы. А дальше будет стоять вот точно такой же квадрат, но просто вместо x будет x минус x, в котором наблюдается минимум. Понял? Вот, все, делаем это. Итак, как бы, форма 36 достигает минимума при x-черточке таком. Это без проблем, дифференцируете по x, по вектору x. Ну, значит, как бы, приравниваете к нулю и находите вектор, при котором минимум наблюдается. Вот, в результате q от x принимает вот такой вот вид. Ну и все, теперь без проблем, опять-таки, воспользоваться формулой 35. В результате мы получаем, что интеграл вот такой квадратичной формы есть. Вот, смотрите, мы, да, как бы, мы, как бы, в тета от x подставляем, от x с черточкой, получается, экспонента, как бы, от тета от x с черточкой, вот она, да? Значит, а от этого интеграла, вот от этой, от этой вещи мы получаем единица на детерминат в степени 1, 2, да? Все. Значит, как бы, ну, где а в минус первый, вот, как бы, обозначает просто обратную матрицу. Больше, как бы, ничего. Давайте теперь рассмотрим, так как у нас, в принципе, поля могут быть комплексные, вот. Так, как бы, я сейчас взбиваюсь. На контрплата кто-нибудь ходил? Вот. Тут ходил, как бы, Володя ходил. Нет. Нет, не ходил. Вот, на самом деле, поле фи скалярное, вот, когда совсем скалярное, однако, это не заряженное. Поле фи комплексное, вот это по определению заряженное поле, ну, значит, заряд содержащий, вот, то есть, если вы рассматриваете бозон заряженный, то поле необходимо обязательно рассматривать комплексно. Вот, поэтому, в данном случае нас интересует еще и функциональный интеграл по комплексным полям. Вот, давайте попробуем аналогичное обобщение сделать для комплексного поля. Вот, значит, рассмотрим случай эрмитовых матриц. Вот, значит, для этого возведем, ну, вот, просто интеграл, однократный интеграл гаусса-пуассонов в квадрат. Запишем вот такое вот выражение. И сделаем замену переменных. Перейдем от x и y к x плюс и y и к x минус и y. И к и бян преобразования сосчитаем. Вот, и к и бян преобразования будет минус и на 2 к новым переменным. Вот, значит, окончательно вот этот интеграл примет вот такой вот вид. Вот, значит, единичку нам получили. Вот. Давайте опять-таки, так как у нас константы, даже комплексные, все равно не интересуют, они у нас сократятся. Давайте введем нервы интегрирования вот такую, чтобы многократно вот эти 2 пи не писать в степени 1, 2. Вот, значит, введем, как бы, меру интегрирования вот такую вот. Вот, значит, введем положительно определенную... А это просто означает, что у нее... Эрмитовую матрицу положительно определенную в том смысле, что, ну, во-первых, у эрмитовой матрицы все собственные значения вещественные. Вот, во-вторых, положительно определенная означает, что они еще и положительные. Да? Вот, как бы, введем, значит, комплексный вектор, ну, там, b, вот. И, значит, как бы, тогда по аналогии с тем, что мы только что проделывали, как бы, мы получим, ну, вот, для такой квадратичной формы, мы получим интеграл, как бы, от экспонента такой квадратичной формы, мы получим детерминат а в минус первой степени. Ну, а полной квадратичной формы в экспоненте мы по аналогии абсолютно с тем, что мы только что делали, получим вот такое вот выражение. То есть, здесь получим экспоненту соответствующую. Единственное отличие, что теперь у нас вектор b, он, вообще говоря, комплексный. Вот, поэтому здесь возникнут b и b со звездочки, если вы все предыдущее проделаете. Вот, и так как вот от этого, как бы, ну, по сути дела, здесь изначально два интеграла вещественных, так сказать, поэтому получается, единица не на терминант в степени 1-2, а единица просто на терминант. Вот. Значит, ну, вот, как бы, это обобщение на комплексные функциональные гауссовые интегралы. Вот. Ну, а теперь задача это перейти от конечномерных интегралов к бесконечномерным интегралам, то есть уже к функциональным интегралам. Ну, совершенно очевидно, как, как бы, как стандартно переходим от конечномерных матриц, вот, переходим к линейным операторам. Вот, значит, определяем скалярное произведение вот следующим образом, вот, т4х, это означает, что х у нас просто координаты в пространстве. Вот, значит, вот, так вот скалярное произведение, поле Фи на поле Фи, вот, как бы, соответственно, ну, там, Фи на матрицу А, действующую на поле Фи, вот, это есть вот то, что у нас стоит, как бы, как раз таки в экспоненте, да. Вот, где, а, это некоторый оператор, ну, значит, опять-таки, можете считать, что вот оператор действует вот следующим образом на поле Фи. Это есть, ну, просто, как бы, матрица А от Х, И, это будет конкретное, конкретное представление оператора А в пространстве функции Фи. Вот, значит, ну, и, соответственно, что такое детерминат матрицы А, вот, ну, или оператора А, вот, что это есть просто произведение его собственных значений. Потому что пространство собственных векторов, ну, в данном случае означает для оператора это пространство собственных функций, у вас оператор будет, как бы, диагональным, и у него будет по диагонали стоять как раз-таки собственное значение. Вот, вот, поэтому в этом смысле совершенно очевидно, что детерминат это будет просто произведение всех собственных значений оператора. Вот, значит, как бы, ну, соответственно, мера интегрирования заменяется на функциональное интегрирование, то есть, n-кратное интегрирование заменяется на бесконечно кратное функциональное интегрирование. Вот, вы можете сказать, что коэффициенты здесь есть, но, на самом деле, еще раз говорю, вот, как бы, вот эти вот формулы пишутся, они все пишутся с точностью до коэффициентов. Важно, что коэффициенты одинаковые были абсолютно во всех формулах. Вот, в результате вы получаете то, что называется гауссов функциональный интеграл. Итак, если у вас в экспоненте стоит вот квадратичная форму вот такого вот веку, ну, а фи у вас комплексный поль, то тогда, как бы, обобщением, ну, вот, 42, вот эта вот вещь, есть, есть не что иное, как вот такая вот вещь, формула 46, на бесконечно умерное пространство. Где, а, это Эрмитов-экератор. У нас там была Эрмитова-матрица, она перешла в Эрмитов-экератор. Вот, значит, если у вас вещественные поля, вот, и просто стоит, ну, некоторая вот квадратичная форма, вот такая вот от полиэфи, то, опять-таки, пользуйтесь, как бы, обобщением формулы, которую вы писали для произвольной квадратичной формы в случае вещественно-симметричной матрицы. Вот, и, наверное, получаем формулу 47. И мы скалярное произведение всевозможное заменили уже на пункты грамм. Больше ничего не делаем. Но, соответственно, А в минус первое, это и есть соответствующий обратный оператор. Уж как взять там обратный оператор, это отдельный вопрос. Вот, значит, ну, для комплексных полей, опять-таки, в случае такой полной квадратичной формы в экспоненте, опять-таки, это и есть просто обобщение формулы 10-42b, где скалярное произведение заменяете на, как бы, на соответствующие интегралы и все. Вот, значит, ну, а теперь давайте это, давайте возьмем снова еще раз, как бы, вот у нас был производящий функционал. Он как раз имел вот такой вот вид. Вот, смотрите, вот. Вот такой вот вид. Поэтому просто пользуемся формулой 47 для интегрирования функционального, для производящего функционала. пользуемся, да, как бы. У нас в этом, в нашем случае, А, Текс, И, как оператор, который стоит. Вот такой вот оператор, потому что, вот смотрите, здесь Фи, А, Текс, и Фи, А, Текс. Поэтому Дельта, А, Текс, Минус, И, в операторе. Вот, интегрирование, поэтому, однократное, а не двукратное, как бы, вообще-то у нас, в общем, в случае, в скалярное произведение. Б от Х, это есть просто с точностью до множителя, минус, как бы, И, это есть просто как раз наш источник. Ну, а С равняется нулю. Значит, напрямую формулой 47 пользуемся. Для производящего функционала получаем вот ответ 1050. Он уже похож на то, что мы с вами находили, вот просто теперь здесь стоит детерминат вот такой. А этот детерминат можем переписать через функциональный интеграл, но уже не содержащий источник. Можем просто детерминат оставить, он опять-таки источник не содержит, это констант просто. А можем, чтобы привести к тому виду, который мы находили, переписать вот этот детерминат через функциональный интеграл, вот, вот, чисто от квадратичной формы. Все. Значит, как бы, в результате получаем для производящего функционала тот ответ, который мы с вами уже получаем. Значит, важно, что у нас вот эта вот штука, она от источника не зависит, а все, что от источника зависит, вот мы вот сюда вот собрали. И это уже не есть функциональный интеграл, это есть. Обычно такой кондовый интеграл, вот, без проблем его брать, более того, без проблем дифференцировать по источнику. Вот, значит, поэтому давайте займемся, вот сейчас мы, пока обратите внимание, у нас функции, пока у нас нет взаимодействия в лагранжане. На самом деле, ну, вот, на КТП, кто был, тебя знает, а кто не был, поясняю. Вот, как бы, лагранжаны, которые содержат просто квадратичную форму по полям, то есть квадратичную по производству, по полям и по самим полям, это лагранжаны без взаимодействия. Это, там, лагранжаны, частиц свободных, ну, там, с определенной массой, вот, там, для фирменов немножечко по-другому будет выглядеть лагранжан, ну, без разницы. Важно, что лагранжаны, содержащие квадратичную форму по полям в чистом виде, это лагранжаны без взаимодействия. Для них уравнение, как бы, уравнение движения, потом, когда вы уравнением лагранжа воспользуетесь, они линейные, содержат только поле фи в первой степени. Важно. Значит, если же вы добавляете что-то более в высокой степени, чем вторая по полю фи, то это уже взаимодействие, и взаимодействие дальше мы будем учитывать по теории возмущения, да? Ну, либо записывать в виде вот функциональных интегралов, как бы, сразу же ответ, ну, для производящего функционала, либо для, для функции грин, для пропаганда. Вот. Поэтому давайте сейчас пока будем проанализируем, что у нас будет получаться просто вот от производящего функционала без взаимодействия. Сейчас мы увидим, что, ну, соответственно, дифференцируя сколько нужно раз по источнику, мы будем получать функции грин, а пока, как бы, для частиц без взаимодействия. Вот. Вот давайте. Итак, функции грина свободных частиц. Вот. Вот у нас производящий функционал. Вот. И делал вот такой вот вид. Вот. Давайте весь, вот, все вот это вот, что есть от источника не зависит, снова буквойчикой n обозначим коэффициентом. Он для нас не очень важен. Ну, а экспоненту разложен, разложен по степеням того, что стоит в экспоненте. Без проблем это сделать. Ну, вот формула 54. Разложили экспоненту по, по, в ряд ТЭП. Вот. Вот. Давайте введем фурье представление для источника. Может, не очень хорошо здесь написано. На 2 пив 4 не вели. Ну, уж как это. Поэтому сейчас на всяких формулах через фурье образы будут возникать лишние 2 пив 4. Ну, как бы, так обозначено. Что поделать? Из них тут лишние 2 пив 4. Вот. Тогда, вот, вот, интеграл стоящий у нас, вот, который у нас в разложении будет стоять, там, в произвольной степени. Вот он имеет, как бы, вы можете перейти в импульсное пространство для фурье преобразования. И делайте. Вот. И вспоминайте, как у вас выглядел, как у вас выглядел, вот, пропагатор для уравнения Клейно-Гордона. Могу вернуться назад. Он как раз вот и выглядел как единица на 2 в квадрате минус 4 в квадрате, там, плюс и дельта. Вот. Ну, просто уравнение на этот пропагатор было дифференциальный оператор Клейно-Гордона на пропагатор Клейно-Гордона и дельта функция стояла в правой части, правда, со знаком минус. Берете фурье образ от правой и от левой стороны, вот, от дельта функции фурье образ это единица, мгновенно получаете, что фурье образ от дельта Ф это есть, вот, как бы, единица на 2 в квадрате минус 4 в квадрате. Ну, и еще мнимая добавочка, которая возникает от того, что у нас, ну, там, в производящем функционале, везде едита есть. Все. Вот, значит, вот, такой вот вид имеет то, что вот здесь вот стоит под интеграммой. На самом деле ясно, что это можно изобразить графически, графически это выглядит так, ну, вот, как бы, крестиком источник обозначен, ну, а, как бы, черточкой обозначен пропагат на Клейно-Гордон, то есть дельта Ф, наше импульсное представление для дельта Ф. Тогда у нас ясно, что, вот, как бы, то, что стоит там, вот, вот, вот здесь в степени, на таком языке будет два крестика, между ними линия. Да. Вот и все. Это будет два крестика, соответствующие источнику, и между ними линия. Ну, и суммирование по поводу. Все. Вот, то есть, вот такая вот вещь, ну, можете одна-вторая публики, можно писать, можно не писать, в зависимости от того, как бы, линии вы присваиваете, это можете одна-вторая, линии присваиваете. Так. Ну, вот, на самом деле ясно, что у вас, как бы, весь ряд, который, вот, значит, написан здесь. Это есть, ну, вообще нет никакого источника потолка. Как бы, как бы, источник некий рождает, как бы, частичку, другой источник ее поглощает. Вот, как бы, вот это, вот, значит, один источник рождает частичку, другой ее поглощает. А еще один источник рождает другую частичку, и ее, как бы, некоторые, четвертый источник ее поглощает. Да. То есть, это будет выделить, как, ну, вот, две вот такие диаграммки, друг с другом ее связаны. Ну, и так далее. То есть, смысл простой. Ряд описывает распространение, там, одной, двух, трех и так далее частиц между источниками. Да. Вот. То есть, с самого начала мы имеем дело с многочастичной, как бы, с многочастичной теорией. Вот. У вас, как бы, вы следите не за одной частичкой, а за многими частичками, вот, значит, распространяющимися между источниками. Вот. Так, теперь, значит, ну, производящий функционал, ясно, что, вот, вы видели, как бы, что дифференцирование по источникам будет вам выдавать, ну, вот, некоторые пропагаторы. Вот, как бы, давайте на примере сравнение с функциями от конечномерного числа, как бы, переменных, будем смотреть. Вот, вот, пусть у вас есть некоторая функция от, как бы, от, да, от векторов, будем так говорить, от конечномерного. Вот, вот, вы можете разложить ее в ряд по степеням Y. Ну, в ряд T, в ряд разложить, как бы, или в ряд по этому вектору, вот этот ряд, да. Коэффициенты разложения, это вот такие вот производные. Теперь, если вы, как бы, сделаете обобщение от буквочки И, перейдете к непрерывному набору переменных X, да, Ну, точно так же, как, в принципе, мы от матриц переходим к интегральному ядру A, от матрицы A, мы переходим к интегральному ядру A, X, Y, да. Ясно, что мы... Ну, все время оплатывая механика, вот так делают. То есть, в кулантовой механике, когда мы там пишем произведение каких-то операторов, это, ну, вот, что означает в кулантовой механике произведение, ну, я не знаю. Вот, оператор A действует на функцию X. Ну, как бы, X, как бы, A, от X, только нехорошо, от Y. Вот, A от X, Y, XI от Y. Понятно, да? Ну, как бы, ну, что это просто определение, да. С другой стороны, вы можете сказать, что это обобщение, вот, как матрица A действует на вектор X. Вот, это A действует на вектор X. Это очень приятно. Ну, давайте смотреть как бы, A, I, Y, XI, Y, как бы, больше говоря, сумма по Y, если не подразумевать. После этого, как бы, вы заменяете Y на непрерывный X, на непрерывный Y, как бы, и заменяете на непрерывный X, вот, как бы, суммирование по Y у вас заменится на интегрирование по Y. А это автоматически требует, чтобы мы до больших пределов суммирования шли? Да, 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 да. То есть, как бы, на самом деле, квантовая механика, вы можете не смотреть на нее, как бы, как на работу, там, с аппаратами, а можете смотреть, как на работу с бесконечно мерными матрицами. Всегда так переформулировать. Вот. То есть, как бы, проделаете, что у нее будет с конечномерной матрицей, вы всегда произведете, как бы, там, шпур, естественно, это... А с ней вообще можешь ее сделать? Если так и записать. Как бы записать-то ладно, потом там, только она неоперабельная. Почему? Суммирование у вас заменяется на интегрирование, как бы, с интегралами вы работаете, вот, как бы. Значит, шпур, соответственно, опять-таки, как бы, не сумма диагональных элементов, а интеграл во всем. Перебирайте все диагональные элементы, ну, и так далее. Вот. Соответственно, вот, как бы, здесь именно это и делается. Вот, как бы, заменили на непрерывный дикс. Значит, получается, коэффициенты при этом разложения будут, там, в соответствующие пропагаторы. Да, как бы, реально, сейчас мы увидим, что коэффициенты разложения, это и будут пропагаторы. Вот, значит, как бы, для функционала естественное обобщение, вот оно, как бы, где Тау, где Т, здесь это есть не что иное, как просто вот, как бы, такие функциональные производные. А сейчас мы увидим, что такие функциональные производные нам будут пропагаторы, там, скольки-то точечные. Вот. Значит, давайте еще, мы-то многократно писали, опять-таки, везде коэффициенты, ну, вроде, на примере квантовой механики я вам пояснял, что все коэффициенты пропадут. Вот. Ну, и здесь они точно так же пропадают. Вот, вот, давайте отнормируем еще наш производящий функционал, чтобы избавиться сразу же единым махом от всех лишних коэффициентов. Вот. Естественно, нас дальше будет интересовать всевозможное среднее по вакуумному состоянию. Вот, мы видели, что они с некоторым, как бы, с некоторым коэффициентом, там, из волновых функций вакуумного состояния, они связаны, как раз, определялись производящим функционалом мозга квантовой механики. И здесь абсолютно точно такая же ситуация. Вот. Значит, давайте нормируем производящий функционал. Естественно, нормировкой является, вот здесь не очень хорошо написано, хотя, как бы, из дальнейших будет понятно, что, как бы, это есть одно и то же. Вот, является условием, что производящий функционал в отсутствии источника равняется единице. На самом деле, конечно, не производящий функционал в отсутствии источника равняется единице, а просто условие, что у вас амплитуда перехода вакуум вакуум за бесконечно большое время в отсутствии источника равняется единице. Значит, как бы, у вас вот эта амплитуда связана с z некоторым коэффициентом, у вас z связана с функциональным интегралом множителем n. Вот. Вот. Но если вы поделите формально на, как бы, на вот такую вот амплитуду перехода в отсутствии источника, то у вас все равно коэффициенты везде вот эти вот излишние пропадут. Вот точно так же, как я вам показываю в случае квантовой механики. В этом смысле вам удобно изначально просто взять, как бы, что z, то есть добиваться, чтобы z от y равное нулю равнялось единице, и тогда завсегда полагать, что z от y, это у вас есть вот амплитуда перехода вакуум в вакуум в присутствии источника. Тогда оно у вас автоматически тоже будет равное единице при y равное единице. То есть при источнике, при источнике равном нулю, правильно. Вот. Ну и все. А как добиться, чтобы у вас вот эта вот стука равнялась единице в отсутствии источника? Да очень просто, как бы, взять функциональный интеграл вот такой, поделить на функциональный интеграл в отсутствии источника. Все. Тогда у вас вот такое вот отношение, это есть, ну, как бы, амплитуда перехода вакуум в вакуум за бесконечное время в присутствии источника. Ну, либо производящий функционал в присутствии источника, но уже нормированный, удовлетворяющий вот такому вот свойству. Ну, вроде я там, например, это квантовые механики по порядку на доске это проделал. Поэтому должно быть, как бы, ясно. Вот. А попутно мы избавляемся от всех коэффициентов. Вот. То есть, вот видите, вот, как бы, так бы и здесь и отстоял, и здесь и отстоял. Но они сократятся между собой. Да. Насчет амплитуд перехода, вот здесь бы стояла альфа, которая связана с, как бы, волновыми функциями основного состояния. Ну, и здесь бы она стояла, это же альфа, и она все равно сократится полностью. Ну, то есть, вот такая вот нормировка, она сразу же обеспечивает нам, что вот на этом можно смотреть, как на амплитуду перехода в присутствии источника. Все. Вот. Ну, а тогда, давайте смотреть, как бы, производящий-то функционал у нас имел вот такой вот вид. Как возвращаться, мы с вами получили, что он имел вот такой вот вид. Видите? Если мы его отнормируем, а мы его будем снормируем как раз вот на этот коэффициент, да, то, на самом деле, от всего производящего функционала останется только вот этот экспонент, все, и больше ничего. Все. В результате мы мгновенно получаем, что у нас производящий функционал, отнормированный, он как раз будет из себя представлять только вот этот вот экспонент, все, и больше, и больше ничего. Значит, все. Ну, а теперь мы можем по нему дифференцировать. И сейчас мы увидим, что мы мгновенно, дифференцируя по нему, воспроизведем абсолютно правильно, как бы, и, значит, и все многочастичные пропагаторы, все функции Грина, и теорему Вика воспроизведем. Вот этой штуки дифференцируя. Дифференцируя вот эту штуку по источникам. При этом обратите внимание, это уже не функциональный интеграл. Вот как бы, кандовый нормальный классический анализ. Потому что мы сумели произвести функциональное интегрирование, так как у нас интегралы-то гауссовые были. Так как у нас все зависело от квадрата полей. Вот как бы интегралы были гауссовые, единственные, которые берутся. А если бы там, ну, не квадратичная, а линейная, то она тоже бы бралась? Да, линейная тоже берется. Более того, вот она у нас была, вот видите, вот линейная часть вот сюда вот входила. То есть, аналитически. Важно, чтобы как бы от фи не входило больше, чем вторая степень. Интересно. Это что получается? Вторая степень нелинейности, она аналитически так решается? Как бы в функциональном интеграле вот должна стоять квадратичная форма. Тогда экспонент, а вот некая квадратичная форма полей. Тогда функциональный интеграл дает. Как только больше, чем квадрат фи входит, так ничего сделать нельзя. Но можно, как бы, можно некоторым образом делать разложение, потому что, как бы, содержит степень больше фи. И все, вот, все, что получится после того, как вы будете брать, как бы, разложение по лагранжану взаимодействию, все сведется снова к гауссовому функциональному интегралу. Но на самом деле это мгновенно породит просто обычную теорию возмущения. То есть, как бы, в некотором смысле функциональный интеграл, как бы, несмотря на то, что это конечная математически определенная запись уже конечного ответа, но она, как бы, для напрямую, для численного счета не приспособленная. Ну, сейчас люди пытаются напрямую считать, но это отдельный вопрос. А для того, чтобы, вот, теоретику руками что-нибудь сделать, он должен все обратно свести их к гауссовому функциональному интегралу. То есть, по сути дела, опять породить теорию возмущения. Вот. Наша задача сегодня, сейчас, вот, рассмотреть все, все, что связано с, вот, с лагранжаном в отсутствии взаимодействия, ну, а потом лагранжан взаимодействует, рассмотреть. Итак, давайте, вот, значит, как бы, то есть, функционал Z нулевое, вот, он там, как бы, при разложении по степеням, он является производящим функционалом для функции вот такого вот вида. Ну, то есть, понятно дело, да? Вот, то есть, коэффициенты перед степенями, перед степенями источника вам будут давать, как раз-таки, грубо говоря, производные вот такие функциональные. Ну, или коэффициенты определяются такими функциональными производными. Вот, давайте буквочкой Тау, которую дальше любой бы называть, соответственно, функциями Грина, там, n-частичными, обозначим вот такую вот производную при источнике равном нулю. То есть, сначала берем производную по источнику, а потом в ноль источника обращаем. И это будет пропагатором уже в отсутствии источника, да? Вот, значит, теперь вспомним по аналогии с тем, что мы делали в квантовой механике. Вот, абсолютно аналогично это обобщается. На самом деле, вот такая вот функциональная производная, вот, как бы, это есть не что иное, как с точностью до множителя и в степени M вакуумное среднее от Т-упорядочного произведения, как бы, соответствующего количества соответствующего количества операторов полей, вот, в соответствующих точках пространства метров. А именно такие средние нас интересуют. Вот, значит, поэтому, на самом деле, вот, та буквочка ТАУ, которую мы сейчас видели, есть как раз не что иное, как вот вакуумное среднее от такого Т-упорядочного произведения. Вот, просто обозначением вводим и все. Вот, значит, наш производящий функционал можно еще вот так переписать. Вот, то есть, буквочки ТАУ это как раз коэффициенты в ряде ТЭЛа, а здесь стоит, стоят, как бы, степени источника. Все. Вот, давайте считать, как бы, ТАУ. Просто в лоб сейчас будем считать ТАУ. Давайте, значит, вычислим, так называемую, двухточечную функцию ГРИНа, ну, или двухточечную пропаганда, которая есть, ну, вот, просто вторая производная вот такого вида по источнику, и источник вновь. Давайте без проблем. Берем первую функциональную производную, единица на ИВ. Вот видите, у нас тут минус, потому что единица на ИВ в квадрате. Просто, просто по определению, у нас тут, как ИВ входил. Вот видите, и единица на ИВ в степени входил. Поэтому единица на ИВ перед каждой производной будем писать. Берем производную функциональную, без проблем берется функциональная производная, вот она. Берем вторую функциональную производную. Ну, так же, как обычная производная. Надо здесь, как бы, на это можно смотреть, как на два сможетли, надо сначала брать по вот этой, эту экспоненту, считать, что, ну... Считать, что вот здесь не зависит от, и просто её переписывать, эту экспоненту. А потом, наоборот, вот это вот оставлять неизменной, а брать как бы функциональную производную, только вот от этой части. ответ вот будет ответ после взятия второй производной ну а теперь обращаем источник в ноль обращаем источник в ноль второе слагаемое в ноль обратится перед экспонентом а вот это вот слагаемое в ноль не обратится кстати сразу же видно что первое это производная она конечно обращается в ноль если вы источник в ноль обратите то есть одноточечной функции нет все правильно непосредственно среднее от самого поля вакуумное совершенно очевидно ноль потому что нету нету частиц в вакууме поэтому среднее поле конечно вакуумное среднее от самого поля должно выдать ноль а от двух полей не ноль выдает и более того мы видим что этот пропагатор как раз пропорциональность точности до умножителя и это и есть как раз пропагатор клей на гордон а может быть а смысл вакуумного среднего физически он был в чем вероятности напражнения частиц в конкретной точке ну как бы вакуум это как бы состояние вообще в отсутствии частиц у вас как бы ну или на языке там всякой квантовой механики это как бы просто это нижше энергетическое состояние состояние нижше нижше по энергии которая система и займёт при т равном и оно фактически меняется от координат их координат или как бы само поле ФИ оно конечно меняется как бы меняется как бы от координат их в пространстве Минковского он зависит от того, что средняя атласа Семенкова. Ну, на самом деле, опять-таки, вы само вакуумное состояние там найти не можете, это чисто обозначение, как бы, зато мы можем найти всевозможное среднее вакуумное состояние. А, собственно говоря, они только нас интересуют. Понимаете? Значит, всё. Ну, то есть, как ведёт себя среднее, вот не само поле, само поле ноль, конечно, даст. А вот коррекционная функция из полей, она не ноль даст. Вот, и более того, вот, видно, что Тау, которое, как бы, мы ввели, это есть И на Дельта, а напомню, ну, вот, в той диаграммной технике, которую я там вам рассказал, как раз И на Дельта мы обозначали сплошной линией. То есть, как бы, функция Грина есть И вот на эту, на пропагатор Клейно-Гордон. Вот. Значит, и так, как бы, двухточечная функция Грина, это, она просто совпадает, фактически, с Семеновским пропагатором, с колярной частицей. Ну, в данном случае, источностью доможителей И. Ну, как бы, в той диаграммной технике у нас, как бы, функция Грина как раз и была И на эту вот штуку. Вот. Давайте смотреть теперь, вот, как бы, на самом деле, по определению, среднее, вот, вот Тау, это есть средне-вакуумное от хромологического произведения оператора. Давайте убедимся, что, действительно, вот, если мы, как бы, как мы вводили в квантовой теории поля из операторного формализма операторы полей, давайте убедимся, что, на самом деле, как бы, вот, просто напрямую по формуле 73, соисчитанное вакуумное среднее вам выдаст абсолютно вот такой же результат. Без проблем, сейчас мы в этом мгновенно убедимся. Итак, Т упрямоченное произведение. Вот оно здесь расписано. Ну, где тета-функции, это ступенчатые функции, они предполагают, как бы, х нулевое, как бы, это, естественно, нулевая компонента вектора в пространстве Миньковского, вот, то есть, х нулевое, это, по сути дела, время, да, время для точки х, время, как бы, у нулевое, это время для точки у. Ну, и вот эта функция, вот, обеспечивает у вас, как раз-таки, что время, как бы, для икс больше, чем время для икс, вот, в этом слагаемом, ну, и наоборот, вот, в этом слагаемом. Ну, это просто есть определение, что такое треупрямоченное произведение оператора. Да? Все. Ну, и так, как бы, первая слагаемая амплитуду вероятности рождения частицы в точке у в момент времени у, нулевое, с ее последующим уничтожением в точке х. Ну, а вторая слагаемая наоборот, по времени. Ну, или вот можно нарисовать, вот, как бы, по времени, либо двигаемся из точки у, нулевое, в точку х, нулевое, либо из точки х нулевое в точку у. Ну, ничего, просто. Вот. Теперь операторы поля Фи. Напомню, в связи с тем, что реликтивистский спектр у нас, у него там, как бы, при корне, может быть, плюс, может быть, минус, да? Поэтому частоты у нас положительные могут быть отрицательные. Поэтому давайте разобьем поле Фи, содержащее, ну, грубо говоря, положительные энергии и отрицательные энергии. Вот. Напомню, как мы квантовали. Мы разлагали поле Фи, как бы, по плоским волнам. Вот. Квантование означает, что мы коэффициенты разложения по плоским волнам называем операторами, ну, там, рождение и уничтожение частиц в зависимости от того, как бы, положительные или отрицательные, как бы, или отрицательные частоты. Вот. То есть, Фи плюс после квантования. Причем, плоская волна должна быть нормирована на одну частицу в единице объема. Вот. Писали мы с вами вот такое вот разложение. Это и есть просто аксиоматическое квантование поля Фи. Вот. Значит, итак, как бы, поле Фи связанное с положительными частотами. Вот оно. Вот. Поле Фи связанное с отрицательными частотами. Вот. Это у нас оператор рождения и уничтожения уже частиц. Уже не просто коэффициент. Да? Вот. Значит, как бы, а вот Омега и К у нас, например, уже всегда плюс корень из К в квадрате плюс М в квадрате. Ну, это К ну любое, но оно связано с К, как бы, потому что, значит, есть Лагранжан Клейна Гордона и есть спектр для элитимистов, да? Вот. Значит. Вот. Вот. А вот эти феи – это просто фури-образы от операторов рождения и уничтожения? Ну, с точностью вот до того, что вот здесь вот это вот стоит, вот видите, он корень из 2 Омега и К. Да, до некоторой степени, да, фури-образы. С точностью до корень из 2 Омега и К. Вот если вы посмотрите на формулу, там, 75 и 76. Вот. Ну, то есть… А вот такая запись, она оксиматически, да, вы говорите? Вот. Как бы, мы… Вот. Есть оксиматическое квантование, мы сначала на примере электромагнитного поля убедились, ну, там, как бы, ввели обобщенные импульсы и координаты. Вот, как бы, сказали, что, а раз, как бы, это импульс и координат, значит, вот, как бы, они квантуются следующим образом вследствие соотношения неопределенности для импульса и координаты. После этого там сделали снова замену переменных и ввели экономические… и убедились, что вот поле надо квантовать так, раскладываете по плоским волнам, нормированные на одну частицу единицы объема, а потом коэффициенты разложения, то есть сам процесс квантования сводится к тому, что коэффициенты разложения перед плоскими волнами заменяете на операторы рождения и уничтожения, для которых такие-то коммуникационные соотношения, которые есть просто следствие между компенсационными соотношениями между импульсами и координатами, и больше ничего. А вот можно ли это интеграл ограничивать сверху снизу, обрезать по частотам? Ну, в данном случае, как бы, не по частотам, а по… вот здесь вот у вас интеграл по трехмерному, а импульсу идет по пространственным частотам. ну, как бы, значит… ну… 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 можно, как бы, вводить какие-то ограничения в спектр. вот… 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 то есть искусство, но вы можете какие-то ограничения в спектре ввести, и тогда вот интеграл у вас здесь, как бы, зарежется пока. вот… если вы ограничиваете, ну, то есть поле в какое-нибудь, замыкаете в пространство конечное, то тогда у вас интеграл по К заменится на сумму по дискретному К. вот… 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 ну, они по-прежнему будут… как бы… сумма-то бесконечно будет, конечно. вот… ну, а вот за счет спектра, да, конечно, на самом деле, можно придумывать какие-то модели, чтобы она у вас свой паспоматический за счет спектра ограничивать. вот… вот… ну, в общем случае, конечно, нельзя, потому что вы должны по всему… то есть раскладываться по полному набору плоских модов, значит, вообще говоря, изначально до бесконечности. вот… вот… вот давайте убедимся, что нам для пропагатора такое экономическое квантование просто выдаст абсолютно правильный результат. вот… ну, давайте смотреть. подставляем… вот… как бы… такие члены… вот… вот… такие… такое представление через операторы рождения и уничтожения, вот… вот… вот в эту вот штуку… как бы… и помним, что у нас нолик – это вакуумное состояние, в котором нет вообще частиц. ага… вот… значит, во-первых, на вакуумное состояние, как бы… вы… не можете дважды подействовать… ну, то есть, вакуумное среднее, вы не можете дважды подействовать, перед оператором рождения или оператором уничтожения, вот… то есть, совершенно очевидно, ноль у нас получится. Правда ли? вот… значит, ясно, что, как бы… вот… то есть, как бы… оператор рождения… оператор рождения действующий… вот может подействовать вот в эту сторону, на вакуумное состояние, он просто родит частичку, да… но он не может подействовать вот в эту сторону… ноль… потому что… ноль, естественно, из этого получится… поэтому… как бы… ненулевой вклад дадут только определенным образом расположенный, и обязательно оператор рождения на оператор уничтожения, да… вот… значит, ясно… из этого ясно, что точно там… фи плюс на фи плюс – ноль дадут… фи, как бы… минус на фи минус – ноль дадут вакуумное среднее… останутся только вот такие вот… когда фи плюс и фи минус будут входить… вот… давайте их выпишем… вот… выписали… вот… как бы… конкретный вид из формулы 75-76… получаем вот такую вот штуку… вот… теперь разбираемся вот с этим в среднем… вот… давайте смотреть… ясно, что нота… к… каноническому виду привести… вот… как бы… вот эти вот операторы… переставить… тогда оператор… как бы… значит… тогда у вас получится… то есть у вас… у вас… как бы… это мы бозонные операторы рождения и уничтожения рассматриваем… поэтому вот это вот есть просто… дельта К К штрих… как бы… плюс… АК плюс АК, да? правильно? вот… А… как бы… АК плюс… АК плюс… АК плюс… АК штрих плюс… умножить на АК… это совершенно очевидно… есть просто… оператор числа частиц… как бы… как бы… ваку… усреднённый по вакуумному состоянию… выдаст вам число частиц вакуумного состояния… значит… он вам выдаст 0… да… значит… вот… вот… из всего вот этого среднего… останется просто… дельта К К штрих… понятно… вот… как бы… всё… значит… от этого среднего остается только… дельта К К штрих… в результате снимается… допустим… интеграл по К штрих… ответ остается вот… вот такой… ну и наконец… как бы… мгновенно можно убедиться… что… это и есть… с точностью до умножителя… и… это и есть… как бы… пропагатор… клей на кордон… так… пропагатор… клей на кордон… вот у нас… фурьё образ был… вот такой… для него… значит… как бы… берём… интегрирование… пока нулевой… его без проблем… провести… вот… давайте это так сделаем… как бы… разобьём… вот… на такую разность… ну… легко убеждаем… что… мнимости правильные… да… вот… смещение правильных… вот… когда их… как бы… когда… к… к общему… к общему со мной… такую разность… проведём… именно вот такую вот… вот такую вот… вот такую вот вещь и получим… а функции ТТА… от разницы… это чего… что… что… функции ТТА… выше… а сейчас мы увидим… что мы… из… из пропагатора… именно… то же самое получим… вот как бы… функции ТТА… как бы… они возник… изначально у нас были… а как они называются? как бы… ступенчатая функция… то есть… единичка… если… х нулевое… больше… ну… и ноль… в оставшихся случаях… давайте убедимся… что… как бы… вот… вот… ДТФ… он как бы… именно такую вещь и даёт… ну… как бы… в данном случае… x… под x… и надо понимать… x минус y… давайте… и так… как бы… вот… вот… на два слагаемых… раскладываем… значит… если вы к общему знаменателю… приведёте… то… вы убедитесь… что… вот… вы получите то… что вот здесь… под интегралом стоят… да… вот… вот… теперь… 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 каждый из вот этих интегралов… без проблем… взять… с учётом того… что… как бы… ну… просто осуществить интегрирование… так… интегрирование… пока нулевое… ведётся… по вещественному… то есть… по вещественной оси… но… вот мы… как бы… у нас полюса есть… в одном случае… он… как бы… пока нулевое… он лежит… как бы… ниже вещественной оси… то есть… в нижней полуплоскости… а в этом случае… в этом случае… выше вещественной оси… И еще есть вот это вот экспонент вот здесь стоящее, которое позволяет замкнуть контур, заставляет замыкать контур обязательно, смотрите, какой полуплоскости. Вот, если у вас X нулевое больше нуля, вот, то, как бы, нам необходимо замыкать контур интегрирования в нижней полуплоскости К нулевое, чтобы дуга вот этого вот замыкания контура, она по ней интегрирование давала ноль, что обеспечивает у вас вот этот вот экспонент. За счет мнимой добавочки к К нулевое, ну, при интегрировании по, как бы, по дуге в нижней полуплоскости, у вас вот к этой экспоненте возникнет экспонента вещественная со знаком минус. Насколько я помню, в университете всегда достаточно мало функций комплексного переменного читания. Вот, то есть, в нижней полуплоскости вот так вот замыкаем контур, да, вот, это означает, как бы, это, это К нулевое у нас очень, да, К нулевое вещественное, это К нулевое манимое. Ясно, что у нас будет отрицательная, манимая, вот, везде на вот этой дуге будет отрицательная манимая добавка К нулевое, да. Более того, так, на бесконечности дуга, да, она, вообще говоря, очень большая будет манимая добавка. Вот, в результате, смотрите, экспонента минус, минус И, К нулевое, как бы, минус И, там, что-то, да, вот, выдаст вам, как бы, выдаст вам, как бы, минус с минусом сократится, И на И выдаст минус, вот, в результате у вас возникнет очень большая отрицательная вещественная величина в экспоненте. То есть по всей дуге у вас ноль просто будет автоматически. Значит, можете законно замыкать. Вот, в результате, в случае Х нулевое больше нуля, замыкаем контур интегрирования в нижней полуплоскости, И интеграл, как бы, сводится просто к вычету в полюсе, вот, в полюсе, К нулевое, К нулевое, равное Омега К минус И дельта. То есть, как бы, только вот это вот слагаемое выдаст вам, как бы, только вот это вот слагаемое выдаст вам отлично от нуля ответ. А это нет. Вот, значит, как бы, при Х нулевое меньше нуля, наоборот, замыкаем контур интегрирования в верхнюю полуплоскость, И все определяется вкладом от полюса такого, в таком, да. В результате мы получаем, как бы, мы получаем просто ответ для пропагатора клей на гордону. Значит, после проведения интегрирования, вот такой вот ответ, после замены во втором интеграле К на минус К, Ну и переобозначение Х на Х минус И, вот, мгновенно получаем для ДТ формулу 82, Ну и если сравнить его, ее с тем, что мы получили для Тау, мы мгновенно убеждаемся, что Тау это и есть, как бы, И умножить на дельта Ф. То есть, на самом деле, и из операторного формализма мы абсолютно точно так же с вами получили, что, грубо говоря, Теопорядоченное произведение Соответствующих полевых операторов, вот, и среднее от него по вакуумовому состоянию, есть не что иное, как, есть не что иное, как, вот, пропагатор Тау или И умножить на пропагатор клей на гордону. Вот, значит, давайте другие, другие точечные функции, значит, одноточечная функция, ну, мы уже говорили, что она просто обращается в ноль, вот, если трехточечная функция, опять, как бы, дифференцируйте, мгновенно убеждайтесь, что, если вы источники обратите в ноль, то ноль вы получите снова. Итак, трехточечная функция, как бы, обращается в ноль, четырехточечная функция, четырехточечная функция, вот, дифференцируйте, получаете вот такой вот ответ, и к нулю, вот, как бы, у вас получается вот такое произведение операторов клей на гордону, вот, обратите внимание, все время со знаком минус, если вспомните, что дельта, f, это есть, как бы, минус и Тау, то, на самом деле, это есть просто произведение Тау, вот, ну, или если Тау, как бы, такое, двухточечное, обозначить, как бы, линией, то тогда мгновенно для четырехточечной функции Грина получаете. Вот у вас есть четыре точки в пространстве Минковского, у вас либо две частички, вот так летят, и с первой, и с третьей, и с третьей, и с четвертой, и с четвертой, и с четвертой, и с другой, и с другой, и с одной тоже, как бы, либо наконец вот так летят из первой в четвертую и из вторую в третью по сути дела мы получили с вами теорему ИК ну а по Тау двухточечным здесь просто Тау получилось от соответствующей разницы на Тау от соответствующей разницы и без всякого знака минус итак что мы с вами получили итак для нечетных n точечных функций равно нулю соответствующей Тау для четных n точечных функций они факторизуются на сумму произведения двухточечных по всевозможным спариваниям, по всевозможным перестановкам вот таким вот образом где Тау это есть и на дельта f для которого мы ее образ просто с вами знаем итак это просто получилось теоремой так значит теперь давайте чуть-чуть еще теперь наша задача рассмотреть производящий функционал для взаимодействующих полей и мы увидим что на самом деле если мы хотим хоть как-то сосчитать функциональные интерправы то мы будем вынуждены это все свести к теории возмущения и больше и как бы и больше ничего хотя еще раз говорю сейчас есть способы особенно для бозонных полей просто вовсе так но всякими квантовыми монте-карло сейчас есть просто квантовые монте-карло есть квантовые с непрерывным временем когда как бы в Мацубаре есть квантовый монте-карло с непрерывным временем когда это значит там действительно время непрерывное они дискретные всякие типа времени делают вот значит для бозонных полей нет никаких проблем мы просто вовсе так квантовые монте-карло реализуют вот для фирменных полей чуть чуть позже мы с вами поговорим там есть проблема знака там вследствие того что там антикоммуникационное соотношение некоммуникационное соотношение там некоторые вещи ну перестановка частиц как бы и перестановка это меняет знак и вследствие и это приводит к тому что при счете в лоб у вас это сильно все входит с разными знаками и в общем все сильно друг друга компенсирует и как бы ошибки с которыми вы каждый член считаете они просто резко усиливаются в результате по хорошему считать нельзя но все это наука развивается вот а реально аналитически вы все равно можете только функциональный интеграл свести к галсу функциональный интеграл никакого другого способа человечество никаким другим способом человечество не овладело разве что еще есть всевозможные перевальные методы но это отдельный вопрос как бы когда там выделяются там всякие инстантоны вот то есть вещи с действием константа на фоне этого снова строят теорию возмущения опять таки это отдельный вопрос и так как бы теорию возмущения посмотрим значит лаграмжан надо разбить на тот лаграмжан с которым мы умеем работать плюс лаграмжан взаимодействие да вот значит вот давайте возьмем в качество лаграмжан взаимодействие мечта пропорциональная и четвертая мы видим что степень больше второй вот значит более того такая наука оказывается перенормированная в том плане что константа взаимодействия оказывается безразмерной вот кто ходил на КТП там поймет эти слова а кто не ходил на КТП в общем их довольно долго надо объяснять вот дело в том что в отличие от всякой допустим статистической физики диаграмм для статистической физики в случае допустим описания твердого тела где есть минимальная длина ну там в твердом деле есть параметр решетки значит и всегда всякие интегралы по импульсам обрезаются реально обрезаются вследствие этого на там как бы минимальный вернее максимальный импульс есть просто единица на параметр решетки более-менее вот вот в случае же всяких вакуумных вещей никакой минимальной длины нет вот и интегралы по всем импульсам идут до бесконечности так вот как бы теория возмущений которую вы получите вот интегралы по импульсам до бесконечности будут приводить к тому что у вас все интегралы будут расходиться вот от этих расходимостей надо как-то избавляться вот значит есть способ от них избавляться если число таких расходимостей конечное их можно все эти расходимости упрятать в переопределении конечного числа там параметр вот если же у вас количество разновидностей и расходимостей как бы бесконечно много то с этим вообще нельзя ничего сделать вот как бы такие теории называются не перенормированы так вот перенормировалась или не перенормировалась, она сильно зависит от размерности константы взаимодействия. В данном случае константа взаимодействия безразмерная и есть надежда, что такая теория будет перенормирована. И она и есть перенормированная, а как уж ее перенормировать, это отдельный вопрос. Если бы вы, допустим, здесь рассмотрели φ в шестой и константу перед ней, то эта константа была бы по размерности и степени длина в квадрате, и теория была бы гарантированной, не перенормируемой. А если поделить на другую дистанцию? Лагранжан у вас, ваш, С, он имеет размерность длина в четвертой степени, потому что фиктивное действие безразмерное. Значит, соответственно, Лагранжан размерность L в минус четвертой степени, значит, поле φ у вас имеет совершенно очевидно вот отсюда, так как длю — это размерность L в минус первой, совершенно очевидно, d по dx. Вот, значит, поле φ имеет размерность L в минус первой, и масса имеет размерность L в минус первой, как и энергия, впрочем. Ну, в системе единиц постоянная планка, скорость света равняется единицей, а в ней все и пишется, вот. Ну, совершенно очевидно вот отсюда, что константа связи имеет в данном случае безразмерное. Вот, если была бы какая-то константа связи на φ в шестой, то она была бы уже размерность L в квадрате. Правда? И уже все так, как бы. То есть, вы ее можете написать, но как в качестве дополнительного множителя, как φ в четвертой. Значит, Лагранжан взаимодействия φ в третьей, он не имеет смысла, так как нет устойчивого нормального состояния. Вот, в этом смысле это, как бы, единственная теория, разумная теория поля, но вот такая, когда не, грубо говоря, никакие сложные функции от φ, которые, в конце концов, тоже можно раскладывать по степеням φ, а вот такие степенные пленомы, вот, как бы, на самом деле, это практически единственная теория, которую хоть как-то имеет смысл рассматривать. Да и в конце концов, еще раз говорю, теория фазовых переходов второго рода, она, собственно говоря, сводится к такой же свободной энергии, либо термодинамическому потенциалу, который есть просто... Лагранжан со знаком минус, мы про это еще более говорим. Вот, то есть, как бы, где коэффициент перед φ в четвертой, в этом случае, ну, просто есть коэффициент b. Вот, коэффициент перед четвертой степенью параметра порядка. Вот, значит, и так, как бы, дальше мы будем, вот, заниматься теорией φ в четвертой немножечко, вот, которая имеет, ну, вот, во-первых, прямое применение для статфизики, для описания фазовых переходов второго рода. Вот, ну, во-вторых, значит, она, ну, просто есть некоторое, некоторое рассмотрение, как бы, вполне перенормированное, бозонов взаимодействующих между собой точечным образом. Вот, значит, ясно, что если Лагранжан у вас пропорционален, как бы, φ в степени больше, чем квадрат, то уравнения Лагранжа будут, как бы, будут уже нелинейные. В них будет фигурировать слагаемый, ну, вот, в данном случае, для такого Лагранжана называемый, как же на φ в третьем, значит, как бы. И в этом смысле это можно, на этом добавку можно смотреть, как на некоторое самодействие поля, само на себя надеяться. Ну, или бозоны сами, сами с собой взаимодействуют без всяких посредников. Вот, все. Вот, значит, ну, там, отступление про константы, это не очень интересно, опять-таки, пишем, как бы, в данном случае, производящий флицинал, вот так будет выглядеть. Просто С теперь у нас уже включает Лагранжан и такой иголы, и Лагранжан взаимодействие. Вот, значит, в общем случае у нас действие будет выглядеть вот так, вот, как бы, вы можете выглядеть действие без взаимодействия, действие взаимодействия. Вот, когда действие взаимодействия, это просто интеграл по пространству Мальковского, Лагранжан, взаимодействие. Вот, значит, как бы, дальше действуем абсолютно точно так же, сколько нужно раз дифференцировать по источнику. Вот, вот, как бы, и обращая в ноль в окончательных результатах, как бы, источник, получаем, соответственно, как бы, там, двухточечный пропагатор, четырехточечный пропагатор и так далее. Вот, в принципе, путь можно наметить, как бы, как, что вот это действительно сразу, сразу приведет к вам к построению теории возмущения. Вот, значит, на самом деле можно провести разложение экспонента вот здесь вот стоящей, вот, как бы, провести разложение экспонента по степеням действия взаимодействия. Вот, S-interaction. Вот. И, пользуясь доказанной теоремой Вика, можно построить диаграммную технику для вычисления любых функций Грина, вот, просто среднеотпарных произведений полей в разных точках. Вот, после того, как вы проведете разложение по S-interaction, у вас в экспоненте-то будет стоять уже только S-нулевой, да? Ну, то есть, у вас будет стоять какие-то, как бы, какая-то фигня, как бы, содержащая только степени полей, вот. В предэкспоненте, потому что S-interaction у вас тоже фи, фи в четвертой степени, это тоже степень какая-то поля фи, вот. То есть, у вас будет стоять комбинация из степеней полей фи в предэкспоненте, и будет экспонент, но содержащий S-нулевое. А такое мы научились с вами на предыдущем этом практике, вот. И все, у нас все опять сведется на всевозможные, как бы, на всевозможные произведения. А S-нулевое, это фи в квадрате, да? А S-нулевое, это да, это все, что содержит фи в квадрате. То есть, ясно, что уголовенно породится, как бы, просто теория возмущения, а вследствие теоремы Вика у вас все сведется к всевозможным попарным связкам. То есть, все сведется к произведению, ну, там, хитрым произведением двух точечных функций грима, да? Вот, то есть, как бы, в принципе, путь понятен какой. Вот, но на самом деле давайте мы тут немножечко, как бы, произведем некое это, которое позволит нам, ну, еще механизировать, чтобы более механизировать, вот, произведение такого разложения по степеням S-interaction. Вот, давайте заметим, вот, к чему приводит, вот, как бы, однократное дифференцирование по источнику, вот, от источника стоящего в экспоненте. Вот, смотрите, как бы, и так, однократное дифференцирование по источнику, от источника стоящего в экспоненте, у нас вытаскивает вперед поле ФИ. Теперь давайте смотреть, что будет, ну, так, если чисто формально. Если у нас есть, вот, допустим, мы хотим здесь получить перед экспонентом некоторую функцию от ФИ, ну, совершенно очевидно, что мы можем взять такую же функцию вот от этих производных, да? Под функцией, понимая, как бы, некоторую функцию, которая, как бы, раскладывается в ряд Тейлора, да? Вот, то совершенно очевидно, что, вот, действуя вот такой функцией от такого оператора на вот такую экспоненту, да, мы с вами выдадим, как раз, интересующую нас функцию от, как бы, от поля ФИ перед экспонентом. Ну, в принципе, достаточно очевидно, да, вот, как бы, ну, и давайте под, как бы, под функцией, в качестве функции В от ФИ рассматривать Лагранжан взаимодействие. Напомню, Лагранжан взаимодействие у нас пока сейчас есть просто там, с точностью, так, константы Ж, а есть просто ФИ в четвертом. Ну, и все. Значит, как бы, вместо того, чтобы рассматривать вот такую вот, как бы, вот такую вот вещь с Лагранжан взаимодействие, давайте эту экспоненту с Лагранжан взаимодействие здесь вытащим в виде дополнительного множества под функциональный интеграл. Имеем право под функциональным интеграл вот так сделать. А после этого воспользуемся вот этим делом. Вот. Вместо того, чтобы здесь писать Лагранжан взаимодействие от ФИ, напишем Лагранжан взаимодействие, вот, как бы, от такого оператора. Взятие производной по источнику. А, как бы, а все, что вот здесь стоит, вот, как бы, при этом обратите внимание, вот, как бы, вот теперь у нас, вот, вот в этом Лагранжане уже поля ФИ-то нету. И мы можем, вот, этот, как бы, Лагранжан интеракшн от этих производных просто вынести из под функционального интеграла. Понимаете? Вот, как бы, когда мы выносим из под функционального интеграла его, то у нас остается функциональный интеграл по, как бы, такой, который мы уже брали. Мы его буклочкой Z0 обозначали. Вот. И так у нас окончательно получился ответ. Вот, как бы, экспоненты и производные, интеграл по DX Лагранжан взаимодействия, вот, такой, содержащий оператор, взятие производных по источнику, от нашего производящего функционала без всякого взаимодействия. Все. А мы его, как бы, с вами в предыдущем параграфе сосчитали. И так окончательно производящий функционал у нас будет, вот, иметь, как бы, вот такой вот вид. Мы просто переписали в некотором операторном виде. Да, переписали в некотором операторном виде. То есть, вместо того, чтобы, как бы, интегрировать там по порождающимся степеням ФИ, мы, как бы, вынесли это наружу. Вот, все. Вот. Могли, я говорю, могли делать, как там словесно описано. В общем, в принципе, то же самое мы получили. Вот. Ну, до некоторой степени, вот, чисто механически, когда вообще не задумываясь ни о чем, вот, порождать диаграммную технику. Ну, так, наверное, даже более удобно. Все. Вот, как бы, в следующий раз будем просто анализировать, просто тупо считать. Это, как бы, в разных порядках, как бы, теория возмущений, раскладывая экспонент, это видите, а плагранжа на взаимодействие осталось. Поэтому все равно придется раскладывать по степеням плагранжа на взаимодействие. Ненамного мы облегчили свою судьбу. Увидим, что мгновенно порождается диаграммная техника. Увидим, каким образом сокращаются, ну, вот, всякие вакуумные петли на языке, вот, диаграммы техники, которую вам Медведев рассказывал. Почему сокращаются не связанные диаграммы? Они здесь по этой же причине будут сокращаться. А сокращаются они из-за того, что у нас, как бы, производящий функционал нормирован. Мы, грубо говоря, производящий функционал, содержащий, и поделили его производящим на функциональный интеграл. То есть, здесь абсолютно те же самые причины, как в том, что вам рассказывал Михаил Владимирович, последовательный операторный подход. То есть, смысл-то простой, как бы, вы записали видео функционального интеграла, как бы, на самом деле, вот, производящий функционал записав, в принципе, конечными математическими операциями из производящего функционала, Вы можете найти, ну, там, функции Грина любые. Одночастичные, двухчастичные, там, L-частичные. Вот, как бы, но проблема в том, что напрямую сосчитать вы это не можете, хотя это представляет из себя, ну, просто запнутый, хорошо определенный, определенный математический результат, уже конечный ответ. То есть, задача, в некотором смысле, в плане формулировки, она решена, записан вполне конечный ответ, но довести его до числа невозможно, не возвращаясь обратно к теории возмущения. А в смысле, принципиально невозможно или только на уровне? Нет, не принципиально невозможно, а именно, что, как бы, не очень понятно, как довести его до числа. Вот, ну, то есть, вот, как бы, один из способов, да, раскладываясь, как бы, и строить теорию возмущения. Вот, как бы, очень хорошо во многих случаях работать, но когда у вас есть маленький параметр, вот, когда у вас же маленький. Ну, по сравнению со всем другим. Если у вас же того же порядка, как все остальное, ну, и, как бы, этот способ не очень хорош, а дальше начинается всевозможное выхищрение. Вот, там есть куча всяких способов, можно перевалы всякие делать, можно там, можно напрямую в лоб функциональный интеграл пытаться считать. Плавно способы будут отрабатываться, но, в общем, как бы, масса народа считает, что скоро уже будут считать, просто, на машине. Вот, но, к сожалению, это не всегда очень полезно. А по той простой причине, что не всегда то, что вот вы, там, можете, допустим, некоторые вещи сосчитать, вот, вы получаете какие-то, какие-то эти, но вы не понимаете, почему, вот, на, там, допустим, на кривых получаются какие-то пики, как бы, там, вследствие чего это возникает? У вас, как бы, нет, ну, да, физику-то вы теряете, вы ответ-то получили, вот, как бы, а почему он вот такого вот видит? Нет, это разве нельзя, как бы, к теории возмущения вернуться, ограничить, числобляемую, убрать? Чаще всего нельзя, то есть, когда, вот, необходимо категорически считать в лоб функциональный перевал, вот, чаще всего такие случаи, когда теория возмущения в некотором смысле бесполезна, как бы, надо учитывать все порядки теории возмущения, а это тоже никак не возможно. Вот, то есть, в этом случае, вот, начинаются, начинают идти всякие ухищения, они, как бы, иногда, то есть, аналитические, они иногда хороши, и тогда не очень хороши, вот, как бы, там, кое-что сейчас, действительно, можно посчитать на машине, ну, тогда непонятно, откуда сосредствующаяся физика возникает, вот, ну, это все плавно будет развиваться, Вот, как бы, нисколько не понимаешь, что, там, раны, вот, бозоны, это, по-видимому, уже интегралы, вполне научились считать, или будут считать, вот, нет, думаю, что гораздо быстрее, вот, как бы, реально, вот, вначале был исключительно большой прогресс в физике, вот, как бы, там, первую половину прошлого века, вот, потом, конечно, тоже был прогресс, но уже, за меня, намедленнее, ну, просто, все, что легко можно было сделать, сделали, а дальше все требует, все больших, больших трудов, но, как бы, я говорю, так как машины появились, и это дело относительно недавно осваивается, то здесь, здесь прогресс еще будет, вот, но, в общем, вы должны понимать, что численный счет, он весь, хорошая, вот, как бы, очень полезная для, там, для развития всяких инженерных приложений, очень крайне полезный, но, как бы, он, к сожалению, не позволяет понять физики, это раз, а, вторых, он не позволяет формулировать язык, на котором бы вы объясняли соответствующие, как бы, предметы, язык сам теряется, вот, когда, можно сказать, а вот это вот, вот, связано, вот, значит, вот так, причем, вот, на кривой, он связан с тем, вот, как бы, даже языков не появляется, вот, там, вы могли, допустим, ну, там, допустим, в лоб анализируя модель Хаббанда, вот, как бы, ну, получили бы, вот, как бы, ну, там, допустим, трехгорбую структуру, вот, значит, без некоторых, без некоторого аналитического анализа, там, про средний корпус точно вообще было бы невозможно сказать, откуда он возникает, ну, получилось, так и получилось, вообще никаких слов нельзя было бы сказать. А есть какой-то ограниченный ряд задач, где, ну, как бы, аналитически нужно пробраться? Как бы, аналитически, может, там вообще простейшие вещи? Собственно говоря, из задач с взаимодействием аналитически можно пробраться почти во всех задачах одномерных, вот, как бы, и связано это с тем, что эти задачи сводятся к... по сути дела, там переходят, ну, к фазовому представлению для волновых функций, и мгновенно для задачи возникает, ну, там, некоторая задача о марковском процессе, и все сводится к теории случайных процессов. Вот, по сути дела, к уравнениям Фахера-Планка, то есть к классическому математическому анализу, пусть там сложно уравнивать, ну, неважно, вот, как бы, и не линейные, но, как бы, их можно анализировать. Их анализируют, и там задачи почти все решаемые, точно решаемая задача об одномерном электроне в случайном, как бы, потенциале, точно решаемая задача, о модели Хаббарда в одномерном электроне, точно решаемая задача, вот, значит, модель Изинга, там, на самом деле, по-видимому, модель Гейзенберга на одномерных цепочках, насколько я понимаю, не насколько я понимаю, а точно, точно решаемая задача, вот, модель Изинга двухмерная, как бы, точно решаемая задача на некоторых типах решеток. Вот так, более аккуратно сформулировать, ну, значит, как бы, все остальное, нет, нет, точно решаемая задача, вот, практически все, что я перечислил, это, вот, единственное, что есть точно решаемая задача. Все остальное надо делать приближением. Хотя, конечно, ответ, вот, он записан не только для одночастичных функций грима, а для произвольно-частичных функций грима, вот. В КВЦ попробую переписать, ну, допустим, для диаграммы техники, ну, не знаю, вот, как бы, для электронов все сложнее написать, потому что там, к сожалению, функциональные интегралы, вот, для всяких базовных вещей, как бы, без проблем переписать то, что у нас, вот, как бы, вот, как бы, вот, вот, в конце концов, Михаил Владимирович, то, что он рассказывал, диаграммы техник, Все-таки имеется в виду диаграммная техника для электронного, взаимодействующих с чем-нибудь. А там Гроссманова переменная, про которую мы тоже чуть-чуть поговорим, в конце и более короткая. Хотя определение дадим, но там чисто формально. Вот здесь-то это нормальный интеграл, а там это весьма условный интеграл. Для них будет определён, исходя из некоторых боковых физических соображений, будет определён Гауссов функциональный интеграл. Ну а как только вы определили Гауссов функциональный интеграл, так формально вы определили, как считать все остальное, сводя теорию возмущения. Ну а в общем случае, как считать, там есть подъём.